Боже наш, слава Тебе, Отец наш Небесный, молим Тебе. Благослови наши эти занятия по Слову Твоему Святому. Дай Господи все исполнить, что Ты заповедал. Помоги Господи прибыть с Тобой в Тебе. Даруй нам, Господи, выйти на благовестие к людям и сказать Слово Истины и Спасения. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Дочитали 13 глава у нас с 1 стиха, послание святого апостола Павла к римлянам. Читаем 1 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Это, наверное, самый известный стих в советского времени, церковный. В наше время это очень распространено среди священнослужителей московской апостолиархии. Да в наше время это легко, а во времена сатанинского режима это было очень даже странно, но однако это было распространено. Сейчас больше, наверное, распространено положить живот за други своя. Это 15 глава, 17 стихи. Это они любят. А здесь как-то власти, ну, это... Все-таки власти не гонят никого, поэтому это не так существенно, не так он выкачан. А теперь блаженный Феофилакт дает нам толкование. Предлагает. Предложив слушателям достаточно наставлений касательно нравственности и научив их быть благосклонными даже к врагам, предлагает и настоящее увещание, научая всякую душу, хотя бы кто был священник, хотя бы монах, хотя бы апостол подчиняться начальникам. Ибо подчинение это не подрывает благочестие, а предлагает это увещание апостол с целью показать, что Евангелие учит не измене или неповиновению начальству, но благородному образу мыслей и повиновению. Что ты говоришь? задается вопрос. Неужели всякий начальник поставлен Богом? Не то, говорю я, отвечает апостол. У меня теперь слово не о каждом начальнике в отдельности, но о самом начальстве. Что есть начальство, что одни начальствуют, а другие подчинены. и что нет смешения между высшими и низшими. Это я называю делом премудрости Божией. Ибо не сказал нет начальника, но нет власти ни от Бога. Поэтому, говорю, рассуждает о самом предмете, о начальстве. Предмет с большим буквами. Подобно сему, когда премудрый говорит разумная жена от Господа, притча 19 глава 14 стих, высказывает не то, что Бог соединяет каждого вступившего в брак, но то, что брак установлен Богом. Итак, все власти, какие бы не взял в рассмотрение человек отца ли над сыном, мужа ли над женой, все ли прочее, даже то, которое существует между животными, например, между пчелами, журавлями, рыбами, все установлены Богом. Задается извечный вопрос, коммунистическая власть установлена была Богом или нет? Она была попущена. Попущена. По-другому сказать, здесь Теофилан Болгарский имеет в виду другое слово, можно здесь другое слово помянуть. Иерархия. Иерархия во всем творении Господнем существует. То есть, одни подчиняться должны другим. Каждый должен знать свое место. Каждый сверчок должен знать свой угол. об этом говорится, об этих властях. Они конкретно начальники. А власть, она, конечно, проявляется через какие-то конкретные лица. Этот Гитлер, он должен был родиться, Сталин должен был родиться, Ленин должен был родиться в определенное время. Но они в определенных своих рамках и руководствовали народом нашим в ту или другую сторону. Конечно, допущены были Богом. А за что? Как неоднократно мы слышали из уст нашего старосты. Дал бы Бог, как один... Это не староста. Он цитирует слова. Цитирует слова. Это я сейчас не могу сказать чьи это слова. Могу сказать время, когда это было. Это Византийская империя была приблизительно восьмой век. И когда там была череда покушений на императоров, убийства, и становились другие. И в конечном итоге там какой-то Маврикий стал. И он такой зверонравный был. И патриарх молился. Не помню, кто патриарх сейчас. Простите. И ему был ответ. По-моему, Филарет. Ему был такой ответ от Бога. Ну как же так, Господи, ты такого нам звенарного дал императора. Убивает и убивает там родственников, поубивал всех того императора, который был. И детей маленьких и всех показнил. И раньше там как-то уши резали, носы отсылали куда-то, а этот убивать начал. И он, по-моему, и Господь ответил ему. Я, говорит, искал, среди многих, но, говорит, нашел, вот этого самого худшего для вас. По-другому звучало. Дал бы хуже до него. Ну там, в общем, звучало так, как оно. В общем, город Господа это, ну как бы вот эти вот сейчас словами этими и пользуются, чтобы показать именно вот состоятельность слов Христовых здесь, которые апостол Павел нам в послании к Римлян 13 главе говорит. Потому что действительно это все попущено. дело все в том, что все тайное когда-то же оно становится явным. И мы очень многого не знаем. Почему? Где? Ведь если даже брать большевиков, она же власть установилась у них, а вот еще большевики. Они еще не натворили тех дел, которые должны натворить. Еще царь Николай второй кровавый для людей. Еще война, которая унесла 5,5 миллионов жизней русских мужиков, которых царь отправил на эту бойню. Поэтому, конечно, если сравнивать с примером царя и какая-то новая власть, которая идет, причем она говорит хорошо, то, конечно, выберут эту власть по-любому. Но так самое интересное, еще и царь Николай II, как сейчас выясняется, он же не отрекся от престола, как говорят сейчас, а его вынудили. То есть был заговор целый. Там масонство, они хотели захватить сами, дать власть в стране. Ну, что и показывает, что Керенский он был масон сам. Ну, в конечном итоге у них это тоже сорвалось, они перегрызлись между собой. И власть захватили, попущено было захватить другому, третьему, как говорится, лицу. Поэтому, когда все сопоставляется и видишь, что всякая власть все-таки от Господа. И в конечном итоге все подчинились и жили под этой страшной сатанинской властью, которая была странно сатанинская тоже. В конечном итоге она запросила помощь у Бога эта власть. Когда Гитлер напал, тот же самый, о котором брат упомянул, еще более, как говорится, скверный. Напал и запросили помощи, и везде стали священников вытаскивать из тюрем, везде открывать церкви. И мы сейчас видим, к чему это все пришло в конечном итоге. к примирению между властью церковной, светской властью церковной. И в конечном итоге то, что сейчас мы видим, это давно, как говорится, уже строящееся здание союза власти мирской и церковной. Просто сейчас оно пришло к своему завершению однозначно. Теперь может быть только хуже. Мне кажется, лучше даже быть не может. Я каждый день молюсь, молю Бога, благодарю Бога за каждый мирный день. За каждый мирный день. Мы просто не ценим это. Это Господь еще вот удерживающий десница Господня еще оставляет нам пожить в мирное время, когда над нами мирное небо, мирное солнце. Когда мы можем свободно собираться, рассуждать о Слове Божьем, вести эту благую весть людям. Это еще просто чудо. Это другим просто нельзя назвать. в какой мерзости вокруг нас творится, в какой мерзости живет наш народ. Это милость Божия, когда закончилась война, вот только что брат упомянул о том, после того, как обратились к Богу все-таки. А теперь мы про это забыли, кричим, что мы ура, потому что мы на таким были, у нас лозунги такие были, убей немца, потому что если ты прожил и не убил в этот день ни одного немца, то и прожил день зря. Были такие призывы, вот сейчас только идет Гинзбург, человека ненавистного. Значит, честование, 70-летие победы в Саленградской битве. Об этом все забыли о том, что эта милость Господня была, о том, что летали на самолете и в эту Москву с иконами Тихвинской, Тихвинской, да. И благодаря этому Господь, благодаря заступничеству Господню только Москва была оставлена, не была взята. А все это забыто. Теперь только силоведческие подвиги остались от них. Господи, сохрани еще мир в нашей земле. Так, ну ладно, давайте еще немножко почитаем об этом. 17 глава. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если апостол Блаженный Феофилак, если упрекаешь другого в том, что он сделал зло, то зачем подражаешь ему и сам делаешь зло? вопрос. Не сказал, не делай зла верному в этом контексте, но, как говорит, никому. Будет ли он язычник или другой кто? Ну, не тут читаю. Игорь, ты... Ох, подождите, я перепрыгнул, простите. Простите. Это у меня страница перевернулась. Думаю, что-то похоже. Второй стих. Посему противящиеся власти противятся Божьему становлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Толкование такое. дабы верующие не могли сказать «Ты унижаешь нас, подчиняя начальникам, тех, которые имеют получить небесное царство», показывает, что повинующиеся начальством повинуется Богу, или, что гораздо страшнее, не повинующиеся начальством противятся Богу, установившему начальство, а противящиеся будет наказан и Богом, и людьми. Последнее внушил, сказав, противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Здесь можно сказать о свободе. Вот как бы два слова, которые вступают в противоречие свобода и подчинение. Подчинение властям, подчинение установлением каким-то, законом. Так если ты свободен, как ты можешь подчиняться? Я свободен, я не буду подчиняться этим законам, этой власти не буду подчиняться. А вот тогда ты и свободен, когда ты подчиняешься. Вот казалось бы противоречия, а на самом деле противоречия это нет, потому что свобода есть осознанная необходимость. Когда ты осознаешь, что эта власть дана Богом, И ты подчиняешься осознанно, вот тогда ты и становишься свободным. Когда ты осознаешь, что ты раб ничто не стоящий, когда ты говоришь о том, что я ничто, то это нищета Духа и есть блаженство. Одна из заповедей блаженства. В этом и проявляется наша свобода, потому что мы свободны в выборе. Свободны в выборе, подчиняться этой власти или нет, осознавать, что она дана Богом, что по его установлению, что по его попущению это. А почему? Да потому что живем так. Когда израильский народ был в подчинении у Бога, когда они не поклонялись идолам, тогда они жили в изобилии, а когда уходили от Бога, когда они поклонялись идолам, когда со всех сторон наступали на них враги, когда у них были различные бедствия другие. Вот я вижу в этом подчинении как раз проявление свободы. Я хочу сказать, что вот эти слова Священного Писания, они с жизнью нашей страны входят в какое-то противоречие. Только нашей страны. Больше таких стран, которые бы так опоганили веру истинную, вообще нету и не существует. Даже людей таких нету. Ну и были такие, были люди, были, были, были. Это начальники первых этих революционеров, это Парижская коммуна. Робеспьер, этот, просто можно сказать, диктаторский гад, который первый начал массово конизнить людей за то, что они... Оттуда и пошла, даже раз это. Да, оттуда. Это там как раз называется масонская ложа, Великий Восток называлась. Это они там все придумали, Свобода, Равенство, Братство первое. Но Россия-то подхватила этот лозунг, она не просто подхватила, а в массах. Ведь те самые люди, которые только что целовали Евангелие, целовали руку священникам, они этих же священников убивать стали. И причем не просто в массе убивать, а всех подряд убивать. И в конечном итоге, есть книга такая, называется «Красный террор», и там такая цифра приводится. На 1940 год, перед войной, там и до десятилетиями, сколько убито кого подушно перечислено? 241 епископ. То есть все епископы, которые были в России, кто еще не успели умереть до революции, до 1940 года их всех поубивали. И нескольких епископов, которых тайно рукоположили, их всех убили. Причем епископы убитые, там перечисляются, как убитые, распятые, рассечены саблями, вилами вспороты, закапаны живьем. То есть такие смерти, читаешь просто, и только из этих 240 человек волосы уже дыбом на голове становятся. Убиты все, но не все, мы не могу сказать, что все, практически 98 или 97% священнослужителей. 139 тысяч убито священнослужителей, там дьяконы и так далее, там кто там еще, клерошане были, ну кто именно в церкви служили, монашествующих 300 тысяч убитых. То есть там такая цифра уже, и когда сейчас коммунисты пытаются замазать все эти свои подвиги, так называемые, которые они тогда совершали, это все так жалко выглядит, когда ты начинаешь смотреть всю ту историю, переиллюстрировать, что там тогда творилось. Этот лозунг, граб награбленная за один только этот лозунг, коммунизм нужно просто, не просто вычеркнуть из истории, а его надо так вымарать, чтобы как фашизм сейчас вымарывают, а у нас коммунисты там и там, то есть народ, люди ничего не поняли. И я думаю, что это, вот не попущена Богом власть коммунистическая, это понятно все, раз они есть уже, а попущено нам сравнить, как жить с Богом и как жить без Бога. Как вот давно было это попущение еврейскому народу, мы читаем в Ветхом Завете. И вот это наша Россия, она сейчас это показывает. Вот если мы прочтем эти слова, то повиновение должно быть власти. Как можно было повиноваться власти, которая белая назвала черным, и черное назвала белым. Которое кислое назвало сладким и сладкое кислым. Которое свободу назвало тюрьмой и тюрьму называло свободой. И в конечном итоге это свершилось. Сейчас мы видим это в сергианстве. Но мы с вами, как говорится, в последний очаг тех людей, которые об этом среди мирян поднимают голос. Вот так громогласно, своей общиной. То, что мы не желаем вступать в это сообщество сергианцев. Именно сергианцев. То есть те, которые заключили союз с сатанинской властью. То есть в обнимку с сатаной живут люди. И все это пока что нету никакого покаяния. Никакого. Ни порошинки покаяния нету за сергианство. Все, как были соловецкие, 30 этих епископов, узники, которых потом даже никто не знает, где могила. И мы их, скорее всего, развеяли там по волнам Белого моря. Вот так вот. Их как назвали контрреволюционерами? Они так и проходят, контрреволюционеры. Они против Сергия восстали. Написали своему брату во Христе петицию. Он их всех сдал. Сразу же. Даже у него не мелькнуло ничего в голове. А теперь его прославляют. Что вот он как мудро сделал, заключил такой правильный контордакт, что теперь церковь, иерархия церкви жива. Вот она теперь может вот так вот действовать. Как вот так вот? Экуменизм со всех сторон от своих епископов получают. И все замарывают. Этот диамид был. Он только там коснулся поверхности там. Он Сергеянства даже не коснулся. Он всего лишь рассказал об экуменическом движении. Где с язычниками там пляшут они вместе. Постоянно. Кирилл там и было и так далее. Ну какой дух может быть у этого патриарха сейчас? Мы видим. Не о Христе слова ничего. Давай, сестра. Игорь, может быть пояснишь тогда каким образом образовалась вот зарубежная церковь? То есть как раз это вот то время. И вот я почему этот вопрос задаю? Потому что мне задают вопрос. А вы вот о зарубежнике. Вы вообще типа того, что далеки от Христа? И все. Вот, пожалуйста, поясни, брат. Ничего себе. Да, да, вот такие вот. Мало того, так это и православные говорят. Это говорят даже священники. Что вы вообще типа того, что отщепенцы. Вы вообще далеки. А вот брат как раз и затронул вопрос. Когда было уничтожено все священство, когда пошли под расстрел, значит сбрасывали там в шахты, священство уничтожали. Вот тогда, может быть, единицы и спаслись, которые были вынуждены. Каким образом? Ну, они эмигрировали. Вот таким образом образовывались зарубежные церкви в других странах. Ну, там не совсем эмигрировали. Разговор-то идет о судьбе нашей страны. И сразу сказать, что в 17-м году там Ленин провозгласил Советскую Республику, и вся страна дружно, хором уже пошли, они все, пятилетки исполняют. Была-то гражданская война, еще надо не забывать. И она закончилась только лишь. Сейчас скажу точную дату. 4 ноября 1920 года. Это закончилась война только на средней полосе. И потом еще два года продолжалась на Дальнем Востоке. И там это ДРВ, там республика, это до 24-го года. Потом по границе с Монголией там этот барон Унгер был. Это тоже все еще были власти царские, будем говорить. Ну, то есть те, которые были за монархией. Кто за монархией, кто за республикой. Это мы не можем точно сказать. Поэтому единства в дальнейшем статусе России у всех вот этих генералов, которые были, или там адмиралов, они не смогли договориться. И поэтому единого белого движения, единого такого фронта, контрфронта против большевиков не было. Что нельзя сказать о большевиках? Большевики уже в 18-м году завершили становление советской власти на тех местах, где они укрепились. Это по всем городам Петроград, Москва, и ближайшие города, крупные, они знали, где нужно устанавливать власть. Там они перебили всех эсеров. Это те же революционеры, те же советские, они были, кстати, их больше даже было в процентном отношении, во власти, нежели большевиков. Они их перебили, то есть они убрали со супути всех. В этот момент силы, которые были контрреволюцией, они тоже имели территории. И территории намного больше, чем занимала советская Россия. Поэтому сказать, что все было под большевиками, то есть все быстро согласились, и вся власть была у Ленина. Это уже нельзя сказать. Это лукавство просто страшное. В Одессе была власть. Да их бы сразу на столбе перевешали, все, кто бы туда пришел. Большевиков вешали, и вешали, и вешали. Почему? И произошел красный террор. Ну, сначала-то произошел красный террор, а коммунисты сказали, что сначала произошел белый террор. На самом деле, это большевики начали сразу убивать. У них по-другому и не было. Если вы почитаете Ленина, почему они разошлись с меньшевиками? Вы знаете, почему одни большевики, другие меньшевики? Кто знает? Потому что одни больше было, а других меньше было. Ну, правильно, вот это ваше именно познание. Потому что большевики, Они шли до конца, дорогой товарищ Всех под расстрел Экспоприация экспроприаторов Слышали такое? А меньшевики были за более либеральное отношение То есть всех это типа как батька Махно был Если там есть хозяин Значит его подвести к тому, чтобы он платил достойную зарплату Чтобы налоги и так далее и тому подобное Пускай это все хозяйство остается В конечном итоге победили большевики все равно Почему? Максималисты У них были такие люди как Дзержинский Знаете кто был Дзержинский? Кто? Да при чем если ВЧК? ВЧК это было... Кем он был при Ленине, когда еще только РСДРП зарождалось в 1903 году? Он руководил ячейкой По исполнению смертных приговоров предателем большевиков Он тогда убийца уже был Своих убивал Кто читал роман Бесы Достоевского? Помните о чем? Да уж все не надо рассказывать Это епископская проповедь Все как вы все знаете Никто ничего не знает Роман Бесы рассказывает Говорит о том как люди становятся внутри демонами То есть вот они создают свой кружок И все повязаны кровью Для этого они выбирают себе жертву Из своих Смотрят на его жизнь И как только он совершил какую-то оплошность Его называют предателем И теперь все должны его вместе убить Заговор Это называется роман Бесы Откуда он это взял? Из жизни Из газетных статей Из следственных всех вот этих Описаний которые были на то время Это был 1876 год Впервые был убит человек Молодой студент Который входил в этот кружок революционеров И он на этом основании написал этот роман Но в чем заслуга Достоевского? Он показал вот эту внутреннюю сущность этих людей Что они перерождаются уже Вы видите кто будет? И там как раз он и описывает Что как они сказали 10% может прийти только к светлому будущему 90% погибнет по пути И пускай погибнет И Ленин как раз был из этих самых Революционеров-бесов Все это они делали И все вот это теперь оно Пришло на нашу землю Вы понимаете? И эти люди стали у власти теперь И куда было теперь деваться другим? Когда религия была полностью запрещена Патриарх сидит в Москве С этой стороны осталось Ну очень большое количество епископов Ну то есть те кто подчинен Этой единой власти иерархии церковной И теперь эта вот линия фронта разделила И патриарх пишет теперь послание Такое интересное приказ даже Он назывался за номером 332 О том что если территории Которые раньше были открыты Они перекрыты какой-то линией фронта Он прям перечисляет чем? Боевыми действиями Или вообще закрытые границы А епископ на той территории То епископ Ну или там собор епископов Могут создавать свою церковную область Структуру И так и были созданы вот эти структуры И они отходили вместе с этими белыми армиями Они и к Москве шли с белыми армиями И отходили с белыми армиями Допустим у Деникина Свободная, как она называется Добровольческая армия Там был митрополит Фетченков Он был иерархом У него в подчинении были епископы Которые там по армиям были По дивизиям и так далее Были священнослужители И в конечном итоге Когда Врангеля вытеснили И он на кораблях с 1 ноября по 4 156 кораблей отплыло То забрали где-то приблизительно 170 тысяч человек И вместе с ними отплыли Большое количество епископов Ну в конечном итоге После Галиполи То есть после Турции В Сербии Их оказалось 17 епископов И 100 с лишним Священников И все они организовали Отдельную вот эту структуру Сначала ее назвали Советом там Церкви А потом когда Там произошла Одна политическая махинация То есть начали притеснять Из-за этого Совета Который образовался за рубежом В самой России Большевики начали убивать Епископов И садить в тюрьму И патриарх был посажен В тюрьму в 22 году То тогда Ну как бы чтобы ради Вот С брата своего Они распустились Как патриарх Пришлось написать письмо Чтобы они распустились Ну понятно какое давление было Он сидит под арестом И практически ему расстрел грозит И он написал И они распустились Но создали уже новое Это и была РПЦЗ Русская православная церковь За границей Все Вот это было последнее Антоний Храповицкий Историю зарубежной церкви Откройте Забейте в гугле История Расли Зарубежной церкви И все там Это я знаю А люди так А мы сами не знаем Они думают Может быть мы сами не знаем Вы же слышали что сказал Гавриил Что да люди там Не очень любят читать Но пускай слушают меня Я практически наизусть цитирую Спасибо Христос брат за историю Мы вернемся Мы должны к цепу Наверное все таки Почему нельзя Противиться властям Да Еще тут Можно Ну говорите Речь идет О епископах Что сохранилось 19 да Епископах 17 17 17 Епископов А я вспомнила Сейчас вот я слушала Проповедь Данила Сосоева И он ведет Вот так занятия Все так сидят Слушают И он задает Им вопрос Можно Как Быстро Уничтожить Вообще Церковь Как можно Уничтожить Ну все Главное все так сидят Так слушают Так Ну никаких Одним Одним Говорит Одним только Движением Решения Говорит Вынести И все Всего Церковь Можно Уничтожить Уничтожив Епископов 600 Епископов Уничтожки Церкви Не будет Существовать На земле Вообще Он про православие Говорил Поэтому Трудностей Никаких Но Бог Не позволяет Вот и Сохранил 17 От 17 Потом уже Рукоположили Они дальше Священников И опять же Московская Патриархия Стала На основании Только Зарубежной Церкви Только стала Она Московским Патриархатом А теперь Они Коцени Причем Уже Людям Заморочили Голову И теперь Люди Простые Обыватели Вот как мы Ходящие в церковь И только Слушающие Службу И не знающие Слово Божье Они то и вот И думают А вы там Зарубежники Вообще Уже люди Ни о чем Не думают Они не понимают И не хотят Понимать И в простоте своей И обыденности И читать не хотят Поэтому вот такая ситуация Про Московской Патриархии Возникли Благодаря тому Что зарубежная церковь Их это сам Так сестра Тут это Перескочила Немножко Дело это все В следующем Что и Московская Патриархия Это Тут же легитимность Они еще начинают Слово Они же Богословы все Легитимность Нелегитимность А Московская Патриархия Ее вообще Такого понятия Не было До 43 года До декабря Московская Патриархия Не было понятия И вообще не было Была Русская Патриархия И был русский Патриарх Тихон А в этот момент Сергий Строгородский Будущий Московский Патриарх В декабре 43 года Он то был В живоцерковниках Тех Которые Хотели Ну Будем говорить А русскоязычить Епископат Чтоб женатый Был Все Он был Среди этих Живоцерковников Называется Живая церковь Воскресенский Которыми руководил Митрополит И поэтому Ну тут Если уже До конца Говорить И он покаялся Причем Перед патриархом Тоже каялся Перед братьями Епископами Что он Вот был В живой церкви Это был 22 год Конец После того Как Из-под домашнего ареста Все таки Патриарха Тихона Отпустили И в конечном итоге Еще совершенно Никто не знает Перед Небом Все откроется Какое Участие Принимал Сергий Строгородский В убийстве Патриарха Тихона Как сейчас Доказано уже Он был отравлен Постепенно Его травили Но видать Господь Все таки Не попускал Смерти Долго умирал В страшных Мучениях Умер Долго болевший И так далее Там нарассказывали Он был Совершенно здоровый Тем более Что Господь хранил И в 25 году Когда он Умер Даже Никто не покусился Нового патриарха Создать Даже Сама советская власть Не смогла Этого сделать И только Потом Со временем Когда столько лет Прошло Когда всех Уже Епископов Поубивали Уже Все И соловецких Развеялся Прах Тогда уже Создали Эту московский Патриархат Поэтому Просто так Закончить Разговор О становлении Зарубежной Церкви Это тоже Сложно Ну в основном Сказано Ну а что Они хотят Услышать Эти люди Такого Невероятного Из наших Уст Что Что-то Нового Все уже Сказано Давно Ничего Не знают Просто люди Читать не хотят У нас очень сложный вопрос Игнатий Иванович Который вы Вынесли На себе И внутри И снаружи Это о власти 13 глава Послания Кремлинам И вот Сестра Задала Задала Вопрос Люди Не знают Зарубежную Церковь И поносят Нас как хотят Ну то есть Что было То осталось А то может Еще в худшем Порядке Даже Ну и Немножко Мы тут Говорили о Зарубежной Церкви Как все было Ну историю Рассказали А все это Вот на основании Ну послания Святого послала Павла Кремлина И вот Читаем Третий стих 13 главы Ибо начальствующие Страшны Не для добрых дел Но для злых Хочешь ли Не бояться Власти Делай добро И получишь Похвалу от нее Толкование Такое Небольшое Чего боишься И ужасаешься Вопрос задает Разве начальник Бронит тебя Если делаешь Добро Вопрос такой Разве бронит Разве он Страшен Для тебя Если ты Ревнуешь О добродетелях Вопрос опять Напротив Если ты делаешь Добро То начальник Поставлен Хвалить тебя Он столь далек От того Чтобы наводить На тебя страх Что даже Хвалить тебя Ну и где Советская власть Была такая Знаете Вот если бы я В то время жил Я бы Апостол Павел Сказал Слабо Пишешь Апостол Павел Слабо пишет Он не знал О советской Антивласти Самые добрые Труженики Сельского хозяйства Под нож Купечество Под нож Священство Как класс Истребить Делает добро Уже все Нигде против Никаких Ты какой Священнической среды Детей всех До пятого колена Истребить Царя Царских детей Они добро делают Ну кто-то там Еще неизвестно Как Ну а кому Неизвестно Марфа Маринская Обитель Как Совет Братство Работало Всех под нож До одного Делая добро Получишь похвалу от нее Смерть получишь А почему Здесь написано О власти Не об антивласти Это была антивласть Мы должны вопрос решать Как поступать При антивласти Та власть Которая была Это не власть Но она допущена Богом Власть добрая Она должна То есть От Бога поставлена Нерону нравились Хорошие рабы Но вот наступило Время гонения На христиан И всех христиан Под нож Вы помните Фильм Когда ему Петро Они говорят А что тебе потомки Скажут Что ты гнал Невидных христиан А я их истреблю Никто не будет знать Что они были Вообще здорово Гитлер Так вот здесь Говори делай добро Апостол Павел Ты разве не знал Что самые лучшие Делающие добро Христиане Тебе Которые Отдали души Но они у власти В почете были Нет Да все Житие Посмотри Делающие добро Не получают Похвалу от власти А получают смерть Аминь А что Павел говорил Павел говорил О власти Не об антивласти Это была В общем Так называемая Советская власть Она была против Всякой власти Она ничего не признавала Власть в семье Муж над женой Разрушит Жена равна мужу Как сейчас Слово нельзя сказать Она думает Сама разводится Детей забирает Муж ничего не может сделать Детей забирает Да власть разве Это может делать Власть идет На истребление Сама власть Уничтожает Самое себя Государство уничтожает Выпускает водки Все наркотики Выпускает Табах Это наркотик Зачем Истребление народа Аборты не запрещены Почему мусульмане Этого не делают Мусульмане Это власть Настоящая власть Если мужеложники Истребляются А здесь наоборот Гей парада Разрешает Мэр города Лужков Официально Да уж стали на пути Лупить их Начали всех Тогда остановила власть Надо вот это договорить Это слабо сказано Павел говорил о том Что было в мире Но он как будто не знал А может и не знал Что будет Вот такое положение Когда добро будет Преследуемое Верность жене Если она девушка В школе Это позорно Тебя никто не знает То ли дело я Меня весь класс знает Сейчас наоборот Сохранение девственности Это позор А по писанию Ее предать надо Смерти Которая не сохранила Девственность Вы понимаете Это Надо просто делать Поправку Творится невообразимое Почему Патриарх Кирилл говорит Ну вот сейчас Зло и добро И пока добро Перевешивает зло До тех пор Не может Навступить Настоящее Апоколитие Где он это взял Не знаю Перевешивать Больше Меньше Что все покроет Тьма Все покроет Она не перевешивает А полностью Оно зло будет Но и тогда Праведники будут Где-то по пустыням Ущельям Скрываться В мелотих И козьих кожах Почему они Об этом не говорят А давайте делать Сейчас Чтобы продлилась Жизнь Ничего не продлится Мы молиться обязаны А результат нам Не показан И с этим Надо согласиться Я вижу Как Господь делает Я понимаю Что Надо бы еще Вот так сделать Но от меня Не зависит Я целенаправленную Молитву сейчас Все время Выставляю перед Богом Нам нужно поехать У нас ничего нет Господи Саделай как тебе угодно Конкретно Гавриил там у меня И пока Он видишь Гавриил какой он Смелый А я тут Смелый Он начал делать У него не получается И он опять берется А я уже на этом Запаниковал Все бы Я остановился дальше Он дальше берет Другое Поставляет там Двои точи Ну как Чтобы фотография Отобразилась Я сижу рядом Только бы Гавриил Хуже не было У меня главный лозунг Чтоб хуже не было А он никаких Он свободно Идет Даша смелый Вот ее муж был Леша Он именно так и делал Он смелый был Отчаянный просто За совершенно невероятные дела Брался У него все получалось Это по технике Я говорю По технике У меня В другом направлении Я берусь завищения Которые никто не берется И ты не боишься А что бояться Со мной Бог В духовном плане Это моя уже прерогатива А в этом я ничего не понимаю Но немножко Я его сегодня удивил Я показал Что вот так надо делать Я говорю Ты 900 роликов Поставил за эти недели Три недели Про нас А он теперь показал Как внизу подставлять И чтобы мне не причинали За спам несколько слов сказать Он все это сейчас пишет Дает инструкцию на глупого И он со мной так напишет Я за ним иду Прям до того Мне легко с ним работать Он до одной точки пишет все Вот это вот Об этой власти надо так А советская власть говорила Не противьтесь Как же не противьтесь А почему вы эти слова забыли Когда пришли в 17-м году Почему их эти слова Стали считать в 37-м году 20 лет куда дели А ты что должен сказать Ничего Должен молиться И страдать Нам другого не дано Потому что есть будущая жизнь Вот представь себе Я сижу в психиатрической лечебнице Меня помесили туда Когда посадили Ну и делать экспертизу Нормально Или его в дурдом отправить Ну отправили меня Это Кемерово Через Новокузнецк Ну там должен быть Сколько-то недель Просмотрели Написали Все хотят получить Справку Что он убил А теперь он ненормальный Он года три там ящики побьет Где-то пивные Ну В заведение Да и может освободиться А я бьюсь за то Что мне дали нормальный документ Что меня судили Как нормального человека А у меня там отношения Такие выстроились Врачи за меня Медсестры за меня Они говорят Мы вам такую справку дадим Вас никогда судить не будут Милая не делайте этого Вы дайте мне справку Что я нормальный Да вы что Все просят такую справку только Ну вам нельзя дать справку Ждут какое-то светило Моисей Аронович Должен прилететь с Москвы Надо Моисей Аронович Мазур Вот этот Моисей Аронович Прилетел Старенький Соггенный Но умный Горбоносый И пучеглазый Все как надо Да И он во мне сразу вызвал уважение Понимаете Он такие вопросы додает А как вы считаете Вот Зоя Космодеменская Она герой или нет? Ну пишут как герой А Екатерина Великомученица По вашему Ну это понятно А кто из них выше? А почему так? Ну Зоя шла Знала Что умирает и навсегда Не родить или не увидеть никого А Екатерина знала Что она получит Глаза выдавленные Кожу получит И увидит Всех родных и близких Чей подвиг выше-то? Ну в данном случае Зоя Космодеменская Правильно А вы какие-нибудь Голоса слышите? Я говорю Постоянно слышу А в данный момент Слышу А какие? Да в коридоре матеряция Хорошо слышу Он оцелил По достоинству моего Это знаешь Институт дураков Не считал Вот такое дело Нужно значит посмотреть Подальше маленько Если я делаю для вечности И меня никто не принял Мое дело разрушили Папы против меня Книги истребляют Сжигают Как у Осипова Сейчас монахи там Машинами книги И все это в интернете показывают Еще я написал только Манкурты Да у Осипов Столько хорошего Там моря хорошего Ну нашел что-то не так Я тоже с чем-то не согласен Ну и что это Уничтожать книгу Ну вычеркни одну строчку Еще нет Так и здесь Рассуждение Павла На существующей власти Но вперед он не видел Он не знал этого Иначе бы он Взял подписку Но будет такая власть Которая будет антивластью Которая будет преследовать добро А кто? Кто больше убил Кто больше репрессировал Кто больше расстрелял Тому больше орден Он уже генерал КГБ Генерал НКВД А невинные люди Совершенно не повинные В том чем обвиняют Подряд Священник к расстрелу Ну представь себе Когда в Бутово пришли И там Владимиру Владимировичу Путину Все показывают И он все смотрит И дальше написано Это ролик идет Чудовищно Сумасшествие Это что ж такое То есть ему показывают Жертвы невинные Какие люди Такие как Илларион Троицкий Ну представь Вавилов Ему равных в мире нет ученому Все под нож Все под нож Мы даже там за что расстреляли Их подряд возьми Которые были люди Все подряд Это не власть была Антивласть Допущенная Божьей Но она допущена По нашим грехам Вот эту последнюю точку Надо ставить И когда Дмитрий Смирнов Так сказал Сейчас все на него Это примитивно Это не так Народ был хороший Ни в чем не повинный Дмитрий Смирнов Правильно сказал Сказал на основании Слова Божия За наши грехи Дал бы хуже Да не нашлось Четвертый стих Послание апостола Павла Кремлянам 13 глава Ибо начальник Есть Божий слуга Тебе на добро Если делаешь зло Бойся Ибо он Не напрасно Носят меч Он Божий слуга Отмститель В наказание Делающему сбоя Лучших расстреливали Вот возьми Там политкиевский Владимир Еще собор идет И уже поступило известие Вывели Издевались Глаза выкололи Убили Чичагов Ему 80 лет И даже кажется С гаком Митрополит Ушел на покой Пришли забрать Чехиста его Почему? Нашли кто-то Что он Когда-то Где-то там служил В белых Вроде офицером был Где он? Митрополит При советской власти был На постели Утащили В подвал Расстреляли Легли спать Он канонизирован Святой человек Более мстительной Жестокой власти Не было на земле Но это Покажется Детская игра В сравнении С антихристом Гитлер и Ленин Сталин Это только притечи Это не настоящие Антихристы И это надо Сегодня Принять И готовиться К этому Мне интересно Говорил Сейчас такое Простенькое дело В этом сняли Убрали Делать буквы Большими На форуме Это и никак Он говорит А он Залез в старое И копается Там с чем На обрамление Какое было Он только начал лезть И я говорю Я догадался Уже не пиши Я понял Он старую кожуру берет Оттуда вынимает И в старую одежку Вталкивает новое Которое не идет Она сразу большая Я только одно думаю Как же я-то не догадался А он первый Я с таким уважением Смотрю на него Я мог это сделать У меня не хватило Одного шага Сделать дальше То есть Темы нету Думаю Как же я-то не догадался Настолько все просто Сейчас фотографии вылепляют Как с ютуба На ютуб качать Я говорю У меня обратно не надо Я даю Даю и даю Как мне с форума На ютуб все перекачать Ролики Вот сейчас делают Но еще не совсем получается Они хитрые Взяли на старе Смайлики везде Выскакивают А зачем не знают То есть Давид Говорил даже не знают Говорит А все новые Им не преподавали даже этого То есть умышленно запутать Но он их сумел обыграть Сейчас уже в двух местах Я говорю Меня они не поймают За это Не предают Да не должны Я трусливые Я боюсь что-то сделать Чтобы меня не прихлопнули А там этот ролик Где с невестой платье Там снимается Вы там не дописали что-то? Я ничего не дописываю Чтоб каждый догадался У меня главное Поставить в нужную тему А что за тема-то там у вас? Бракосочетание Бракосочетание И когда деда расписывается Они там что-то Выходят фотограф Все фотографируют И они с женихом идут А невеста как? У нее ничего нету Вот на это Только на груди А дальше плечи голые И платье Такое Длинное И она идет И все фотографируют И она Уже она идет Потом она на платье-то наступила А платье-то На этой резинке-то Она разворачивается У нее голая задница И все это фотографирует И все это выставит А она Скорее вылезла из этой юбки Юбку в руки И побежали вниз одеваться Жалко невеста написано Значит я делаю вот такой Почему? А там написано О брюках Если бы она не ходила в брюках Она была бы аккуратнее с этим Сделала какие-то подтяжки Она не знает как юбку носить И она юбка на ней Как говорится Седло на короле И прямо голая Совсем Задница у нее Юбка-то спала И еще на ней нет А дальше Хоть трусы бы какие-то Ничего нету И все А эти-то ролики все снимают И скорее побежали в интернет А тут возникает вопрос Говорят, что такое Я говорю Я-то сам не видел А мне говорят Вот там такой ролик есть А мужики Девчина вставила А я говорю Значит там какая-то подоплека Надо спросить у них Тема, тема, тема Носите брюки Она носила брюки А юбки не было Тут легко догадать Я не комментирую То есть она наступила Потому что не знает Как носить юбки Да она не знает Как юбку носить А на юбку с нее свалилась У меня приехала Ты знаешь Сохарева Наташа Журналистка Алтайская правда Ну и А потерявки-то юбка А на юбку-то надела А можно я на вашем велосипеде Прокачиваюсь Прокатись Наташа села Раз И у нее юбку замотала Она кое-как вытащила Второй раз поехала И у нее как у Сидора Дункан Замотала Шею чуть не оторвала Шарфом у Сидора Оторвала голову А эта упала И ее теперь Каспрешин Вызволяет А я подошел еще Грешница Я говорю Твоя грешная задница На святом сидении Сидеть не должна И он ее вызволяет Она лежит на боку А второй фотограф Стоит и Фотографирует Малабуев То есть это выставили Она лежит В велосипеду Ее не может вытащить никак А это все потому Что в штанах все время ходит Да Они не знают Как с юбкой поправить А юбка Это женское одеяние Своеобразное Я сейчас выставил Один ролик интересно Забытые Или стертые Кадры Военного парада Которые сделали В Берлине 7-го кажется Сентября После подписания Договора Сибонии Закончилась Мировая война И идут В воинские части Французы Американцы И потом Русские Замыкают И другие И другие Не хотели Приехать Жуков Сразу Сталин Сталин Говорит Проведите Парад Хотя бы одни Уже начались Разногласия Между ними И идут Шотландцы Здоровые Говорят Рослые Там диктор Говорит Больше Метр 80 Все в юбочках А юбочки Выше колен Но правда Ноги Говорят Чистого МТ Волосатые Ноги И идут И там Еще какие-то Трубы Там у них Волынки Они И два И два Держатся На трибуне Чтобы не захохотать Здоровые мужики Таких девчонках Это строим И когда их много Но это Зрелище Но они победители Я скорее Ролик перетащил Сибири Парад победы Я ролики Перетаскиваю Которые Но главное Это вставить В нужную тему И когда вот эти Начали там Пустеры Танцевать Я его Не могу Не вставить Ни в какую тему Я крутился Крутился На вечер Не могу Тему найти Так это Как бы тема То одна была А если 3600 Я наконец Нашел тему Введения Во храм Богородицы Я туда вставил Тогда вводили Деву А сейчас Вот они Какие девки Зашли И теперь В эту тему Все ставится Но теперь Когда мы Молимся Перед храмом Христа Спасителя Руки поднимаем В четырех сторон Идем И теперь Патриарх выступает Там один сделал Михаил Кальмаев Так что будто Мы с патриархом Кириллом За столом сидим вместе Там я говорю А потом патриарх А потом я говорю И патриарх Ну они так умеют делать Называется нарезка Ну хорошо смотрится Хорошо Я говорю Я говорю Что не надо было Их трогать А там некоторые На меня Не надо Они что делали Надо лет по десять А самое малое дать На их стороне Все Почему У них ребятишки Которые им может быть И не нужны были Они еще попало делали Но сердце народа Располагается К страдающим Зачем их трогать Закройте храм На три месяца А почему на три месяца Я поясню вам Почему на три месяца Моисей был скрываем Три месяца у родителей Почему Я тебе вопрос задаю Почему не четыре Не три И далее Апостол Павел Пришел в такой-то город И проводил только Три месяца занятия Почему не четыре Ну сначала Найдите ответ Я эти места вставляю Ничего не растолковываю Человек начинает Помоленьку шурупить На три месяца Закройте храм И молитесь перед храмом День и ночь На круглосуточной И слез больше Чем в этом Москаканале Чтобы было Будут все Из сердца Всего народа русского Обратиться сюда Там во-первых Там будут плакать И молиться А их трогать не надо За них молиться надо Не трогать их совершенно Они уже зарезанные Совестью своей И сейчас все больше Люди А это я молюсь И говорю перед храмом Христа Спасителя А когда на четвертой стороне Там охранник Нас задержит Прохода нет Закрыто на замке А мы говорим Нам надо помолиться На четвертой стороне Вы будете на паперс Заходить не будем Мы внизу помолимся И он посмотрел Видимо Их там несколько Второй охранник вышел И нас запустили Мы пошли помолились Подняли руки Помолились Преклонили колено И потом пошли Свидетельствовать Люди подходят Которые подговорили А теперь это все Сделали ролик Из этого А кто сделал Такую надпись Вот Сибирский Кто сделал Такую надпись Вот вы делаете надписи Или это кто-то там делает Вот там Сибирский Саваниоли Требует закрыть Храм Христа Саванарова Я говорю А кто пишет Я не знаю А кто это Откуда я знаю Там даже А я думаю Ну там непонятно Я думаю Это вы сами Что ли там написали Нет Что же он тебя Я говорю Саванарова 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 Это имя Собственное Да И там впереди Идет тема Так это герой веры Саванарова Да Так что бы он себя Назвал Игнать Игнатьич Я Саванарова Я даже про то не знаю Кто отзывы дает Мы стояли Молился я вслух Я молился Господи Сохрани этот храм Благослови патриарха Благослови президента Страну Дай еще мирное время Людям на покаянии Я больше ничего не говорил Меня они сейчас Они не возьмут Ни за счет Почему Потому что Я это делал Молюсь каждый день Многократно Этими словами Ну а биографию этого героя Вы выставляли Выше этого ролика А что там Как биография Саванаролы Да А что А Саванарола Ну а его А его Ну назвали Сибирскими Саванаролами Да Меня назвали Они Я тогда нашел Саванароли И все это вставил И дальше показал Меня называли Саванаролу Я то взял это Из гугла А я думал Что это вы И дальше Нет Когда появился Вот этот материал Там написали Сибирский Саванарола Да Игнать 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 Он снова вернулся В Ампай И теперь обречает Опять патриарха И главное что Во-первых И требует Закрытия Это первое А во-вторых Даже я обречением Это не стал бы назвать Я выразил Ну то что должно быть Неприблизительно точно Я абсолютно точно знаю Их трогать нельзя Мы христиане А попробуй Они бы К мусульманам В мечети Там где-то Что бы сделали Ну зарезали На куски разорвали Что из этого Да ничего Мы христиане Могу ли я требовать Казни их У меня позиция Всегда одинаковая Виновен я Я начинаю работать Виновен я Вот сейчас сидели с Гавриилом Он даже может не заметил Я раза два сказал Вот я виновен Вот здесь Я виновен Почему Не то что я Играю в это Как устарабляться Прости Христа Прости Христа Я действительно осознаю Я мог до этого додуматься Как я не додумался Ну вот такое и есть Как есть Сейчас вспоминают у Ленина У него ни о ком Разговора не было Он дурак Ленина Это особый дурак И о ком говорит О родных О братьях О сестре Сейчас все это опубликовывают Показывают Может быть и так Но Библия на первом месте Я делаю все во свет Библии Они меня хотят судить В патриархии Вызвать на сенот Допустим Этого я не дойду до этого Я кричу Вызовите меня По всем книгам По томам Но Только во свете Библии Во свете Библии Не о том что Афонский монах Сказал там Афанасий Меня это не касается Афанасий ответит за себя Я за себя Я покажу что Его рассуждения Они не во свете Библии Мои во свете Библии Во свете Библии Написано в заголовке Вот по нему и судите А во свете Библии Вы меня не возьмете Это вам Евтихий сказал Так они вас и не пытаются Даже взять Я вам сказал Вызвайте самых злостных На меня Ненавидящих меня До помутнения в глазах И выставьте меня И начинайте меня судить Сензор книг Я согласен И я явлюсь перед вами Но вы этого не сделаете Книги 2001 год Говорит Сегодня-то 12 лет позади Кроме хулы Ничего нету Одних Аминь Хулы Не подтвержденные Ничем Абсолютно Нигде Говорить Грешить не надо Да простит им Господь Да не уменит Толкование Еще раз тихо Толкование Ибо начальник Есть Божий слуга Тебе на добро На добро Если же делаешь Зло Бойся Ибо Он не напрасно Носит меч Он Божий слуга Отмститель В наказание Делающему злою Толкование Он говорит Содействует Воле Божией Например Бог советует Тебе быть Целомудренным И начальник Предписывает Тоже Законами Бог Увещевает Тебя Не быть Любостяжательным И вором И начальник Поставлен Судьей Над тем же Следовательно Он нам Подспешник В добрых делах Если Предаемся Ему Значит Не начальник Производит В нас страх Но пороки Наши По причине Которых И меч Начальника То есть Власть Наказывать Начальник Говорит Не напрасно Поясывается Мечом Но для того Чтобы Наказывать Порочных Когда начальник Хвалит Добродетель Исполняет Волю Божию И когда Употребляет В дело Меч Есть Слуга Божий Защищающий Добродетель И прогоняющий Порок Многие Делают Добро Не только Не столько Из-за Страха Божия Сколько По боязни Начальников Посему Когда начальник Защищает Добродетель И наказывает Порок То он Божий Слуга А если Наоборот Как при Антивласти То Чей он Слуга Ну сейчас Напрашивают Его Ну и все Подписывают Виновен Виновен А для чего Подписали Чтоб скорее Расстреляли Муки Невыносимые Каждый Сантиметр Ломают Пальцы Микину Просто Из человека Делают Но его Охровавленного Привезем Говорит Я не подписал Ничего Я им говорю Я план Выполнял А я ему говорю Дружок Тут другой У них план Свой Они должны Под расстрел Подводить Каждый день Каждый день 17 человек Расстрелять надо Ты сегодня 16 И ты меняешь Мешаешь График Выполнить Ну еще Не сознался Не сознался Сами подписались За него Расписали Расстреляли И все Это антивлад Расстреливали Самое хорошее Самое благородное Самое чистое Самое трудолюбивое А всякая шваль Вот эта Дрянь Вся оставалась Накипь Вся всплывала Которые ничего Не умели делать Ну вспомните Когда грабят Банника А щукарь то Шубу то там надел А кобель его порвал Трудовая моя От кобеля пострадала Шуба моя Законная теперь Ну поднятая Целина шел Он ей все сказал И что только не делали Ну встречать Сказать это Елисавета Она все отдала Обитель строит Людей пристраивает Ну нельзя назвать Доброго дела Которого она не делала бы А царица какая была А царевны Девушки Не познавшие Мужеского пола Даже враги Никогда не уничтожали Ну редкий случай Как Ликиний Такой был уничтожил Этот уничтожил всех Это все он Мстил за брата Александра Сегодня прямо говорят Страшно ненавистный Был мстительный Этот Ульянов Но Узнав все это Я должен сказать Его Бог послал Как бич Божий Да там у нас было бы Такое сейчас в стране Богу не угодно Что у нас в стране Хорошая Передавая держава Была бы Но у нас не было бы Здесь Ничего того Что в Западе было Передавая держава Богу не надо Он не державу Бог строит А для чего Бог сотворил все Чтобы показать Что он сотворил Человека по любви Подобным себе Свободным И этот человек свободный Приходит в свободу Божьей радости Три единого света И Бог доказывает Это своими подвижниками Хотя бы одним На тысячу человек А остальные Остальные Пошли другим путем Добровольно И добровольно Люди зашли На шафот Вот этот Царь Согласен ли Что он канонизирован Я канонизацию Вообще не признаю И говорю Что хуже Этого царя У нас Не было В России Безвольный Никудышный Царишка был Просто Но в отношении Веры Это был лучший Царь Из всех А как царь Какой он царь Да Петр Первый Позволил ли это Всех Трельцов Он бы в один день Повесил И никакой Февральской революции Бы не было Ничего Ну сколько Повесить надо Ну сказали 50 тысяч 50 тысяч Он бы Зарубил И повесил Пскок вырезал И весь Какой же этот царь А этот царь Да ладно Да может Додумается Да ладно Да как Я буду трогать Учитывал все Эти Учитывали только одно Нравственно все Что в нашу пользу В революцию А это как раз Было против них Они все пойдут Под нож Когда считаешь Почему Сталин Уничтожал Ленинскую гвардию А потом Начал уничтожать Мою гвардию Самый близкий Вот тут и становится Это демоны пришли С ними нельзя Быть вместе С ними нельзя Соглашаться Перекоп Штурмует Но договорится С кем С Махном Махнокцы Помогают ему Захватили Перекоп Гулянка Наконец-то победили И в первый же вечер Всех Напасть Офицеров Всех расстрелять Мировая история Не знает Такого вероломства С ними Ничего нельзя Сделать Только молиться И плакать Молиться И плакать По делам Нашим И Бог хочет Чтобы мы были Другими И взошли на небо Были подобные Ему Были святы Во всем Доверялись во всем Вот и все Я еду Может на смерть Ну и что Я делаю для Бога Это моего Любящего Бога У меня нет ни одного События мирового Которое я бы не видел Во свете Библии В моей жизни Не было ни одного Эпизода Который был бы Не во свете Библии В мою пользу Или не в мою Это другой вопрос Но это Бог допустил Допускал мне С вершины падать До самого основания И снова карабкаться Но я могу сказать Ни разу я не отчаялся Спасения Мне это не свойственно Ни разу я не сказал Непреодолимое препятствие И я отступлюсь Я нахожу людей Которые мне помогают Сейчас я не могу Гаврил сидит делает Я говорю Да делаешь Все время Бог дает Таких помощников Людей Которые выше меня Лучше меня И они помогут Но общее направление Я знаю куда идти Общее направление К сердцам людей Меня со всех сторон Климят А ты к католикам Так относишься Католики Католики хорошие люди Я знаю Я знаю католиков Очень хорошие Я специально ролик выставил Я подхожу к Сензе И поблагословляюсь Еще нападок ни одного не было То ли не поймут Еще или Интересная вещь Эдвард Родзинский Его вроде не назовешь Таким Позвольте Эдвард Родзинский Знаете такого писателя Он часто выступает Со своими программами Родзинский Эдвард Родзинский Ну неужели не знают Конечно Так вот он в одном из выступлений Тоже рассуждая Почему пришли большевики к власти Говорит что это закономерно Это должно было случиться И вот он рассуждая По сути повторяет ваши слова Родзинский такой богохольник Ужасный Но он интересное сказал Он просто хулитель где У него тоже хорошее Ты взял пожалуйста А опровергать нельзя Вот сейчас этот Познер говорит Ну у него столько хорошего Настолько правильно говорит Ну иногда его куда-то забуровит Но он все время Как этот Невзоров Делает оговорку Ну это мое личное мнение Может я ошибаюсь То есть его нельзя в суху не тащить Все время И вот я посмотрел Как говорит Герман Сверлигов Как говорит Невзоров Как говорит Познер Они все одинаково говорят Выражение лица и у всех Он создает Постройками свою веру Нисходную даже с теми Которые рядом За одним столом стоят Они не согласны ни с кем Ну более всего Не согласны с Библией И со Христом Они культурные Они ну Просто хорошие люди Видно И у них много хорошего Я иной раз слушаю их Беседуют они с христианами Я вижу что они правее христиан У Родзинского Масса преимуществ Перед другими Но иногда его туда забредет Он про царя Когда начинает говорить Там безобразник просто И думаешь в таком возрасте И такие гнусности Ты языком лопочешь Зачем? Распутина тоже Да? Да у него И о Сталине И о Распутине есть книги Это он все пишет Ну гадости эти А о России Он интересно сказал Говорит Русь Еще он таким голосом говорит Так это тянет Аааа Русь Она уже давно перестала Быть святой То что до революции Творилось Говорит Ульянов не мог не прийти Большевики не могли Не прийти к власти Но дело все Я как раз об этом Хотел сказать Почему ты Что-то от Бога От Господа Как раз то Что случилось с Россией И говорит о том Что единственная Истинная вера Которая Сохраняется Это православная Потому что Сатана Ирится там И находит все врагов Там Где действительно враги Он же не воюет С баптистами Или он Со свидетелями Иеговы Они растут Растут Пухнут Как на дрожьях А православие Только все меньше Меньше И уже Любой скажет Ну конечно Говорят что православных 250 миллионов По всему Но это же считают Все страны Россию Там Болгарию Сербию Там все перечислят Страны Ну и сколько там Среди них Истинно православных А вот у нас Католики Мы можем И общины там есть И так далее У нас там Вот там 800 миллионов Посчитают тебе Точно все А православие Так и есть Где они эти общины Где эти Истинно верующие Люди православные Но Когда пришли Большевики Вот тут-то Как предеки И увидели Все Церковь Где церковь Из кого она состоит Кто Хомутал Эти кресты На маковках К церкви И тянул Всем деревней Не масоны же Свои крестьяне Эти И середняки И всякие разные Прихожане Значит Эти Прохожане Были все-таки Неверные А те Кто были верующие За икону Расстреливали И не соглашались Икону убрать Это что за крепость Такая была В этих людях То есть Вера была Значит Все-таки Вот Показали истинную веру Кто верующий Так Розенский Рассказывает Монашки Боялись Открыто Ездить В своей одежде Монашеской Над ними Издевались Как хотели Просто в поезде Едут Это В замкнутом пространстве Превращалось В какой-то Карцер Издевательство Над монашками Издевались просто Они переодевались В мирскую одежду И ехали Если куда-то Им надо было Это какой год Это до революции То есть Православная Русь Святая Называют А монашки Боялись Открыто Пословица Она же не при большевиках Родилась Что если идет Поп В рясе Нужно его Обязательно Обойти Потому что Несчастье Как от кота Черного И с пустыми бедрами Женщина Ну а Попе его Работники Балде Это Пушкин Современник Серафима Саровского И как Описывается Поп Ну надо же Было на что-то Уже смотреть И попам Тоже тогда И царю Ну а царю Православному Как в голову Взбрело Своих братьев Во Христе Если он такой верующий Послать на такую Бойню Как Первая мировая война Французы Уже не выдержали Говорит Только одно В 17-м году Ну вот Сейчас идут Эти публикации У них только одно было Они сидят по окопам Там такие восстания были Десятки тысяч Солдат Бежать только Бежать Никто не выдерживал Артиллерийская подготовка Две недели Бомбят Одни других Но немцы Они покрепче Ребята В этом деле Ну а французы Все таки Видать Порелигиознее И уже побежали И уж только одно Хоть бы побыстрее Американцы пришли Да наконец-то Нас в окопах Заменили Все Слабенькие Совсем даже Французы А что говорить О русских Когда у нас Все на братстве На этом На христианских Основах Ну и все Как говорится Где было тонко Там ее рвануло Русские только Показали тем Что они бросили Воевать Свою Любовь Ко Христу Будем так даже Говорить Они же не хотели Воевать И Ленин Тут как раз Появился Здесь как тут Он бил то только в одно Соединенные Штаты Европы Что это такое Да это единая революция Когда Пролетали Все страны Соединились И все отдали Ленину Власть большевикам Что непонятного Поэтому ему Конечно война была Не на руку Тогда Это сейчас Да Помолимся Да Все Такой стих Четвертый Четвертый стих Закончил Божью милостью Будь мне грешным Создав имя Господи Помилуй меня Бесчиславец И грешил Господи Прости меня грешным И помилуй Слава Тебе Господи За этот воскресный день За милость Оказыванную нам Что продлил Нашу жизнь И сохранил нас В вере Благослови Наше пребывание Еще на земле Сколько тебе угодно И вот о чем Мы рассуждали Но учи нас Все оставлюбить тебя И не прислоняйся К человеческим Заблуждениям Но во всем Додеряться тебе Посети страдающих За слово Твое Неведомых нам Страдальцев Александра Людмилы И иных убиваемых Помоги им Дару и освобождения Ты приготовь К испытаниям Великим и страшным Живущих на земле За отступление От тебя Ты велик Наш Господь Ты достоин Прославления Тебе хвала и слава Отец Сын и Святой Дух Аминь Аминь Богу слава Спасибо Аллилуйя Аллилуйя Спасибо Христос Спасибо Христос Спасибо Христос